Двадцать шестого ноября во Дворце молодежи состоялся очередной отчетный концерт, на котором участники пели дуэтом с профессионалами, людьми, имеющими определенный стаж сценической жизни и, конечно же, узнаваемыми в городе. Выступление Ланда Шизхакова и Дениса Ганиева было очень трепетным, что было отмечено и благодарным зрителям, и жюри. Субтитры создавал DimaTorzok Регина Сафина и Карина Яхина стали настоящей командой и очень порадовали всех присутствующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Авторская песня «Новогодняя сказка» Алексея Леонова пришлась по душе обладательницы гран-при первого сезона Анне Юсуповой, И она с удовольствием поддержала Алексея в этом дуэте. Песня «Новогодняя сказка» Песня «Новогодняя сказка» Следующий дуэт был поистине очень театральным. Марина Владимирова и Денис Ганиев наделали делов и разбирались на сцене, как жить дальше. Песня «Новогодняя сказка» Песня «Новогодняя сказка» Очень удачная песня была подобрана для Анаит Генаян. Вместе с Венерой Ганиевой они показали хорошую совместную работу. Анаит настолько вжилась в образ и эмоционально прочувствовала песню, что не смогла сдержать слез. Я очень сильно распереживалась, потому что песня действительно была очень эмоциональная. В плане того, что я очень сильно расчувствовалась, и тем самым я не сдержала свои эмоции. Просто пришлось выплеснуть все, что было просто из-за песни, из-за того, что это уже полуфинал. А вот Гульшат Габдрахманова не в полной мере смогла отразить суть песни Лепса «Самый лучший день», но дуэт с Ренатом Калимулиным получился очень ярким и плодотворным. Еще один прекрасный дуэт получился из очаровательных Гульнас Ханеевой и Карины Яхиной. Сильные голоса, отличные образы и харизма сделали свое дело. Дина Исламова и старые папы сдали немного патриотики на нашем концерте. И так завели зал, что не подпевал только ленивый. Эй! Руки выше! А теперь руки выше! Эй! Мексикан! Другие! Стой! И! Ноурица Ленину живет тот парень, что не вступил. Но он не дует в музыклубах, не пропусти, тостынь. На шкаф к нему с утра не позвонили все братья. И он сказал, когда же поинтовал. Оу! Его подруга в мобильном забита, как подруга. В нее стабильные СМСы пропущены круто. Она строчит ему на парах и звонит из дома. И как замыкается, друг идет по сторонам. А у кого-то растет в поколении лет. Кто-то только над этим работает. Кто-то только на бегом не парится. Голова не запитаться в носах. Я тебе напишу сообщение лет. И улыжу, как ты улыбаешься. А вы хотели бы жить на Манхэттене? Вы, наверное, не только справились. Оу! 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 Все члены жюри единогласно поставили пять баллов. Субтитры создавал DimaTorzok. К сожалению, в этот раз нам снова пришлось попрощаться с двумя участниками. Кто это был, вы узнаете прямо сейчас. А в зал Низамов и Венера Ганиева исполнили очень душевную песню о любви. Но, к сожалению, баллов для прохождения в финал немного не хватило. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Песня «Кабриолет» в исполнении Ирины Шакировой и Анны Юсуповой вызвала очень неоднозначные эмоции у жюри. Их мнения разделились, и девушке пришлось покинуть проект. Песня «Кабриолет» 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 Песня «Кабриолет»